здравствуйте сегодня тема нашей лекции история календарей в прошлом и настоящем прежде чем перейти непосредственно календаря нужно разобраться с ключевыми понятиями которыми мы будем оперировать сегодня что такое вообще хронология как научная дисциплина ее можно условно разделить на математическую и историческую целью математической хронологии является установление точного астрономического времени и как и многие другие исторические понятия они к нам пришли из древней греции с переводе с древнегреческого языка хронос переводится как время логос знание то есть изучение времени зачем нужна вообще историком хронология основная цель это установление точной даты произошедших исторических событий с опорой на имеющиеся исторические источники а также и определение времени возникновения самого исторического источника тем самым для установления даты появления источника или события нам необходимо знать разные системы время исчисления и уметь их переводить современные единицы счета времени следовательно мы можем выделить следующие конкретные задачи исторической хронологии первое изучение различных систем время исчисления на разных исторических этапах второе определение и уточнение дат исторических событий третье проверка и перевод дат на современные единицы счета времени и четвертое определение даты возникновения исторического источника тем самым историки занимаясь изучением хронологических систем приходят строгому пониманию установления последовательности событий хронология следовательно занимается изучением истории сложения и развития различных систем календарей время исчисления определением и уточнением дат проверкой и переводом на современную систему время исчисления одним из ключевых понятий в хронологии является безусловно термин календарь календарем принято называть определенную систему счета продолжительных промежутков времени с разделением их на отдельные более короткие периоды например годы месяцы недели и конечно дни само же понятие календарь происходит уже не от древнегреческого слова от латинского слова калео провозглашать и календариум долговая книга это было первое напоминание о том что в древнем риме начало каждого месяца провозглашалась особо а второе что 1 числа месяца все должны были выплатить проценты по долгам тем самым понятие календарь она возникает у нас достаточно прагматической точки зрения а именно фискальной когда люди должны были заплатить деньги по долгам появление термина календарь в древнем риме не означает что до древних римлян люди не умели и не понимали особенности хода времени по данным археологии и антропологии уже первобытные люди на ранних стадиях развития воспринимали течение времени различали смену дня и ночи периоды дождей и созревания плодов однако эти знания не были такими длинными потому что они передавались только на максимум на одну два три поколения счет времени достаточно близки к нашему появляется только у культур с развитием земледелия скотоводство обмена торговли и мореплавания и здесь самое главное это появление возможности людей понимать хоть времени стало возможным только благодаря наблюдательности человека который видел своими глазами как солнечный день сменяется ночным временем ночь означало окончание трудовой деятельности естественный покой и конечно отдых поэтому и возможно первые единицы благодаря которой человек измерял свою жизнь стали сутки 24 часа включающие активность человека и естественный покой но как говорят наши антропологи и археологи первоначально количество часов в сутках было пять по количеству пальцев на руке по мере развития трудовой жизни усложнение усложнения экономики и потребности человека в организации собственной повседневной жизни желание сделать более рутинный и следно предсказуемой и для земледельческих культур важным становится именно наблюдательность именно понимание того а как что из себя будет представлять годовой период тем не менее возникает другая проблема а может ли человек понять когда начинался начинается один год и заканчивается предыдущий если для природные подсказки которые могут символизировать начало года для отдельных народов такими подсказками служили периоды разлива рек например для нил река нил до когда древние египтяне понимали что пора заниматься ирригационными работами но все же одно из самых явных подсказок по которым можно свидетельствовать и смотреть как меняется природа как меняется движение времени стали безусловно фазы луны луна играла заметную роль в религиозных вероучениях людей ее культ иногда доминировал даже над культом солнца очень рано было замечено что чередование лунных фаз продолжается приблизительно 29,5 суток непрерывная смена фаз луны объясняется тем что она обращаясь вокруг земли приходит в различные положения относительно солнца который она обгоняет на небе продвигаясь от него на восток по этой примечении промежуток времени от новолуния к новолунию получил название синодический месяц от греческого слова синод сближение поэтому неудивительно что лунный счет времени является наиболее древним первым его создателем были древние вавилоняне жизнь населения зависела от разливов рек тигра и фрата которые происходили весной именно с разливами было связано развитие сельского хозяйства так как необходимо было заранее подготовиться к ирегационным работам необходимо также учитывать что климат на этой территории был крайне засушливый крайне жаркий поэтому основные работы часто велись в ночное время и поэтому нужно было учитывать фазы луны начало месяца приходилось на новолуние и следовательно месяц продолжался 29,5 суток и как мы видим перед собой цифры это не целое и поэтому длина месяца у древних вавилонян она чередовалась 29 а затем 30 суток со временем было обнаружено что от одного новолуния на тигре и фрате когда начинались ирригационные работы проходит 12 лун или 12 месяцев и так у нас сложился год с 354 сутками но природный астрономический год составляет триста шестьдесят пять целых и пять часов суток начала календарного года и разливы рек не совпадали и поэтому жрецы время от времени добавляли еще один дополнительный месяц тринадцатый название месяцев отражало определенные природные представления отражающие определенную связь с природными явлениями например ниссану двигаться то есть шагать айру яркий абу враждебный ташриту начала тебе ту мутный шаббату разрушения и аларту пасмурный другой яркий пример первоначально лунного календаря это еврейский календарь он также первоначально насчитывал 354 дня разделенные на 12 месяцев четные были по 29 дней нечетные 30 но к четвертому веку до нашей эры древние евреи древние иудеи осознали что снова человеческий ход времени он начинает запаздывать от природного и тогда они где проводят реформу и добавляет в качестве измерения также и солнечный ход времени поэтому в еврейском календаре 7 раз в каждые 19 лет вставлялся дополнительный тринадцатый месяц в 30 дней еврейской эрой было принято считать ветхозаветное сотворение мира и здесь мы переходим другому более важному тоже не менее важному понятию это эра что такое эра это определенная точка отсчета начала истории человечества эра необходимо чтобы определить место событий во времени указать его соотношение с другими событиями и именно эра является отправным моментом счете можно сказать что то или иное событие произошло до этого момента понятие эры складывалось очень медленно лишь с появлением регулярных погодных записей важнейших исторических событий с появлением хроники летописи первоначально счет ввелся от какого-либо памятного события пожара землетрясения войны у египтян и вавилонян о которых мы уже говорили это эры царствования их фараонов и царей то есть хронисты этого времени указывали что то или иное событие произошло в такой-то день от воцарение фараона или царя рим от восхождение на престол консулов а или от основания рима и пожалуй самая известная r это эра от рождества христова все эти эры имели условный характер один из них исходил от конкретных исторических событий другие имели легендарный или мифический характер и как я уже говорил одна из самых известных r это была эра от основания рима дата первоначально считается 21 апреля 753 года наша же эра она ведет свой отчет от рождения иисуса христа она была предложена римским монахом дионисием малым в пятьсот двадцать пятом году и она была предложена для поиска пасхи из шестого века эта эра стала распространяться на западе и к девятнадцатому веку ее уже приняли во всем христианском мире и вот такой эрой в рамках еврейского календаря стала эра от адама начальной датыщи принято считать 7 октября 3761 год до нашей эры в то же время наблюдение за солнцем стали являться достаточно показательными для определения хода времени и таким безусловно важным примером становятся календари древней греции начале первого тысячелетия до нашей эры как мы помним она состояла из множества отдельных городов государств и и безусловно они исходили из того что все тайны движения небесных светил определение точного времени это все у нас в руках богов и как следует из мифологии древних греков ориентация во времени стала возможна благодаря прометею как сказано в бессмертной трагедии исхила прикованной прометей домов из камня не умели плотничать а под землею муравьями юркими они без света жили в глубине пещер примет не знали верных что зима идет или весна цветами или обильное плодами лето разумения не было у них ни в чем покуда и восходы звезд и скрытый путь закатов не поведал им то есть получается только благодаря прометею мифическому поэту мифическому герою да у нас появляется календарь среди древних греков для своевременного проведения земледельских работ древние греки согласовывали свою жизнь со смены времен года с видимым годичным движением солнце по небу поэтому то уже в поэмах гомера свете засвидетельствованы что древние греки имели понятие о солнечном годе хотя нет доказательств того что они пользовались солнечными календарями в то время можно лишь утверждать что уже где-то в девятом веке до нашей эры древние греки знали как в ритме со сменой сезонов изменяется вид звездного неба это ежегодно повторяющийся смену видимости звезд и созвездий они использовали в быту как своеобразный солнечный календарь сказанное подтверждается советами который поэт гесеот восьмом веке до нашей эры давал сельским труженикам начинай жатву когда плеяды восходят опахоту когда собирается заходить когда сириус над головой руби деревья появляется вечером арктур надрезай виноградные лозы орион сириус выходит на середину неба собирай виноград через пятьдесят дней после солнцеворота можно везти товары морем на продажу с выходом ориона в плеяд год завершён сутки у древних греков начинались заката солнца и состояли из ночи и следующих за ним дня и зная древних греков они смогли разработать специальные приборы за наблюдением движением солнца в первом веке до н.э. гиммин в своей работе элементы астрономии писал о том что они греки должны сохранять согласие в годах с солнцем а в днях и месяцах с луной тем самым мы видим что греки своей повседневной жизни стали ориентироваться уже не движение луны она на движение прежде всего солнечного дня солнечный день свою очередь они делили на пять частей рано перед полу полунием полдень пол полуденное время и вечер название месяцев от названий происходили от празднеств в которых они почитали того или иного бога так греки в первом месяце своем календаря приносили в жертву 100 быков гекатомбу для них дни месяца делились на три декады следующий важный календарь безусловно это китайский календарь первоначально китайские земледельцы узнавали приход весны по восходу созвездия гидры и делился он на четыре сезона весна лето осень и зима затем в третьем тысячелетии для счета времени были использованы фазы луны год состоял из двенадцати лунных месяцев в то же время при китайском императорском дворе работал штат чиновников которые следили за другими созвездиями благодаря которым определили начало и окончание сельхозяйственных работ антарес созвездия орион и большая медведица но по-видимому наиболее четко о времени года древние китайцы судили по положению ручки ковша большой медведицы так в одной древнекитайской записи эпохи си говорится в первом месяце рукоятка ковша обращена вниз в шестом месяце в сумерках можно было увидеть что рукоятка ковша повернута вверх древнекитайские астрономы также установили продолжительность синодического месяца 29,5 суток а солнечного года 366 дней издавна в китае было принято делить месяц на три декады для обозначения месяцев использовались 12 символов соответствующие определенному созвездию другой важной чертой китайского календаря стали циклы которые первоначально употреблялись лишь для счета суток но потом стали использоваться для счисления годов возможно исходным стали представления о том что мир состоит из пяти первоэлементов вода огонь металл дерево и земля при этом каждый из первоэлементов соответствует две космические силы мужское и женское и о первом говорится о том что мир во вселенной состоит из пяти важных элементов из пяти стихий 12 соответствует промежутку времени на протяжении которого царственная планета юпитер проходит через 12 созвездий точное значение периода составляет 11,86 годов также внутри были другие 12-летние циклы связанные с животными также примером календарей на котором хотел бы обратить ваше внимание является мусульманский календарь в соответствии с кораном год устанавливается в числе 12 месяцев ставка 13-го месяца была запрещена в 631 году основателем ислама пророком мухаммедом после смерти уже пророка мухаммеда халиф амар ибн аль хаттаб ввел лунный календарь в государственный обиход было принято также считать годы переселения хиджры пророка мухаммеда из мекки в медину от 16 июля 622 года название месяцев они также свидетельствовали об определенных природных явлениях или каких-то определенных человеческих событиях мухарам запретный и священный в этом месяце в седьмом 11 и 12 числах запрещалась война и военные походы сафар означал желтый раби 1 и раби 2 напоминание о весенних цветах и о растениях джумада застывания раджаб воздержание от войны шахабан расхождение рамадан жгучий месяц и шавал переносить коала сидеть оставаться дома хиджа паломничество и чтобы приспособиться к смене фаз луны мусульманском календаре состоящим из 12 месяцев имеется по 30 суток это нечетные месяцы и четный по 29 суток в итоге год составляет из 354 дней другим пожалуй важным примером являются у нас древние римляне долгий период времени они пользовались лунным календарем периоды в году были жестко привязаны к земледельческим работам в начальной стадии год равнялся 304 дням и состоял из 10 месяцев которые пользовались за семь веков до нашей эры год начинался у них с марта имевшего 31 день и наверное вы сами сможете догадаться в честь какого бога до марта был назван этот месяц конечно богом войны и скотоводства марса второй месяц следующий за мартом апрель от латинского слова раскрывать когда прорастает первое зерно затем шел май богиня красоты затем юнона богиня плодородия остальные порядковые месяцы они лишь обозначали цифру да например септембр октобер децембр 7 8 и так далее но как и другие периоды римляне столкнулись с необходимостью согласования лунного календаря с течением хода времени поэтому в конце 7 начале шестого века до нашей эры февраль через год стали в составе добавлять добавочный месяц в 20 дней и это добавочный месяц получил название марцедоний но все равно римляне оказались сложной ситуации так жрецы пользуясь своим положением часто произвольно могли вставлять дополнительные месяцы дни причем это очень часто было вызвано не столько конкретными природными обстоятельствами сколько какими-либо меркантильными интересами связанными со сбором налогов и в сорок шестом году один их по один из самых пожалуй известных римских правителей юлий цезарь провел реформу лунно солнечного римского календаря который был совершенно запутан реформа календаря юлия цезаря опиралась на астрономические знания накопленные египтянами в разработке нового счета времени принимал участие астроном из александрии созиген три года подряд в каждом годе считали по 365 суток а в четвертом триста шестьдесят шесть суток в календаре насчитывалось 12 месяцев а продолжительность месяцев принимали в 30 и 31 день лишний день в четвертом году прибавляли к февралю как самому наименьшему по количеству дней 28 дней начало года перенесли на 1 января так как в риме начинался новый административный год вступали в должность консулы поэтому неудивительно что один из месяцев был назван честь юлия цезаря июль первоначально он применялся только в риме но в результате распространения христианства в 325 году на никейском соборе юлианский календарь был признан обязательным для христиан тем не менее несмотря на то что юлианский календарь был более близок природному к астрономическому году а именно 365 суток 5 часов 48 минут так как составлял 365 суток и 6 часов средневековые астрономы стали замечать расхождение между человеческим ходом времени и природным каждый год вследствие этого счета делалась ошибка в 11 минут 14 секунд и в итоге за 128 лет накапливался шуан ошибка в одни сутки и через 384 года уже трое суток а через 1280 лет 10 суток ошибка в нескольких суток уже стало известно в 325 году по юлианскому календарю весеннее равноденствие приходилось на 24 марта хотя фактически начало весны уже приходилось на 21 марта в шестнадцатом веке уже день весеннего равноденствия природный день весеннего равноденствия приходился на 11 марта и следовательно в 16 веке прежде всего католическое духовенство осознала то что с одной стороны центральный христианский праздник пасха становится уже мало весенним а с другой стороны такой календарь путал все карты сельхозяйственных работ крестьян которые в основном ориентировались уже не столько на видимые астрономические знаки сколько на церковный календарь реформа календаря была проведена в 1582 году по инициативе папы римского григория 13 по проекту астронома и врача алоизу лилио после 4 октября 1582 года предписывалось сразу не чит не 5 октября а 15 октября чтобы предотвратить в будущем запаздывание календаря постановили каждые 400 лет считать меньше на 3 високосных года как известно по ильянскому календарю високосными годами считались как те года которые делились на 4 без остатка а также все годы которые оканчиваются на столетия например 1600 и 1700 по григориан скому календарю такие столетия будут считаться високосными если первые две цифры делится на 4 без остатка например 1600 делится на 4 без остатка а вот 1700 он уже не делится значит 1600 и будет високосным а 1700 и не будет в результате этой реформы григорианский календарь стал все ближе к тропическому году но не все страны и сразу пение переняли григорианский календарь в россии григорианский календарь был принят только в 1917 году и это было сделано как часть антицерковной политики новых советских большевистских властей концу 18 века относится попытка создания и введения абсолютно нового календаря свободного от каких-либо религиозных идей взглядов в частности такие мысли пришли в голову известным тот период времени французскому публицисту сильвену маршалю в 1787 году он выпустит альманах с календарем где каждый день посвящался памяти какому-либо как он писал знаменательному честному человеку королевская власть отреагировала на появление такого календаря достаточно жестко альманах был сожжен а самого автора посадили в тюрьму но среди республиканцев и противников монархической власти он пользовался большой популярностью год должен был начинаться как и в римской традиции с марта и и месяцы должны были именоваться численно в зависимости от их положения в календаре в каждом месяце содержалось 30 дней следовательно всего получалось 360 дней в конце года помещалось 5 дополнительных дней празднование любви супружества признательности и дружбы и великих людей в дальнейшем именно календарь маршаля стал прототипом революционного календаря после французской революции 1789 года жильбер ром стал разрабатывать новый календарь как и марышаль год состоял из месяцев по 30 дней и 5 6 дополнительных дней в конце года название месяцев должны были символизировать события революции семидневная неделя заменялась декады то есть состоящий из 10 дней которые миновались честь орудий труда или символами революции сама эра от рождества христова заменялась новым провозглашением республики от 22 сентября 1792 года вот название месяцев по французск кальдарю который вы можете увидеть на слайде оставшиеся пять или шесть дней обычные или високосные годы назывались санклютидами каждый из них был объявлен праздничным день добродетели день таланта день труда день мнений день наград и день революции сам же этот календарь просуществовал до 1806 года и был уже отменен наполеоном повторная попытка была в 1871 году но во время парижской коммуны но тоже неудачно если мы посмотрим на историю календарей то здесь мы можем увидеть желание человека на протяжении всей истории сделать свою жизнь все более предсказуемой сделать жизнь все более рутинной спасибо вам большое за внимание до свидания а и и и Продолжение следует...